Участники, напоминаю, вам дается команда хаджиме, после чего вы начинаете прохождение эстафеты. Вы перемещаетесь здесь приставным шагом, это важно. Здесь вы должны проползти либо на четвереньках, либо на животе. И только лишь после того, как вы проползаете последний барьер, паучком ногами вперед пробегаете до финиша. Поджимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь мы сейчас остановимся на моментах, за что судья может дать штрафные секунды. Значит, первое, ребят, когда вы перемещаетесь, не приставным шагом, а каким-нибудь другим способом. Вот, побежала. Итак, вот это у нас штраф 2 секунды будет сразу. Отжимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот это нарушение, сбитый предмет. Судья его сам на место быстренько ставит, поправляет, чтобы он не мешал прохождению дистанции. И потом к итоговому времени дается 2 секунды штрафного времени, то есть время добавляется. Отжимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если барьер будет у нас сбит, смещён, то это также 2 секунды штрафа, и добавится это к итоговому времени. И судья быстро поправляет этот предмет, чтобы он не оставался вне порядки у нас. Отжимаем. Итак, фальш-старт у нас получился, но участник не прекращает прохождение дистанции. Но за фальш-старт также у нас добавляется 2 секунды штрафа. Отжимаем. Так. Итак, участник преодолевает первый барьер, но встаёт на ноги, и здесь также неправильно преодолевает и финиширует. Хорошо. Это у нас также 2 секунды добавляется к основному времени. Это штраф 2 секунды. Отжимаем. И так вот это вот нарушение, то, что спортсмен после преодоления барьера здесь на четвереньках двигался, и только потом принял положение паучок и начал двигаться ногами вперёд. Вот это вот основной здесь момент, за что даётся штраф. И ещё основной момент, который мы сейчас рассмотрим, это когда спортсмен не пересёк руками, руками, финишную линию вот эту, и следующий начинает делать. Отжимаем. И видите, произошло у нас опять фальш-старт. Спортсмены не останавливаются, но к итоговому времени также добавляется 2 секунды. По пяткам чертим линию. Следующий спортсмен подходит и встаёт чуть-чуть назад. Хорошо. Также делает прыжок. По дальней пятке смотрим. Вот у нас здесь получается черта. Следующий. Пальцами подходит. Не удержался. И, естественно, мы смотрим по рукам вот это движение. В этом случае мы также смотрим по дальней точке, где у нас пятка располагается. Вот они всё правильно сейчас делают. Вот смотрите, канат проходит здесь у них сбоку, берётся хват двумя руками, да, какой там обратный, какой хотите, пожалуйста, никто. Спокойно, спокойно, не тянем. Вот у нас правильная позиция. Вот такая стартовая позиция не допускается. Ну и во время, конечно, тяги также не допускается, чтобы спиной участник стоял и тянул спиной к своим оппонентам. Широкими. Хорошо. Ножки здесь, голова поднята, руки вдоль корпуса, натянулись, подбородок прижат. Вот это вот у нас хорошее падение. Вот это нарушение. Вот так ноги не должны быть сильно, да, иначе это как противовес, и голова бьётся о татами. Да, вот это нарушение. Также вот это нарушение, когда у нас вот так вот сильно согнутые ноги, и также они забрасываются сильно назад. Элементы падения также оцениваются, какие у нас были в предыдущем моменте. Всё, спасибо. Йококеми, правый бок. Итак, то же самое у нас ножки в таком же практически положении. Можно чуть-чуть согнуть, можно чуть-чуть согнуть. Сильно не нужно. Голова прижата. Рука сильно не отведена. Вот эта вот неправильная позиция. Да, вот это вот у нас на грани, скажем так. Вот это идеально. Падение из положения на четвереньках на Йококеми. Давай, и раз. Хорошо. И давайте сделаем на другой бок. Хорошо. Ну и критерии падения такие же, как у нас при обычном падении Йококеми. Вот, сейчас хорошо. Хорошо. Значит, чего не должно быть? Не должно быть перекрещенных ног. Вот так вот не должно быть. Не должны быть ноги вместе. Между ногами дистанция примерно стопа. И рука вот сейчас чуть-чуть сильно отброшена. Вот больше вот сюда в это положение. И не должен человек лежать вот так вот. То есть, одна лопатка просто не касается татами. Голова прижата. Вот это вот хорошее положение. И также не должно быть очень согнутой позиции. То есть, не должен человек вот так, как креветочка, быть согнутым. Вот такая позиция не допускается. То есть, корпус почти прямой. Броски мы никакие не делаем. Задача вытолкнуть партнера за зону. Или, если вы его смогли, как бы, продернуть, да, чтобы он упал и коленом коснулся татами. Или рукой, да, то, соответственно, он тоже проиграл. Также до двух побед. Рей. Хорошо. Хорошо. Подходим, берем, кладем ручки. Хаджиме. Мате. Вазари. Захват. Хаджиме. Мате. Вазари. Один-один счет. Сближаемся. Хаджиме. Мате. Ипон. Итак, побеждает участник Иван Рей. Молодцы, можно руки пожать. Хаджиме. Так, спортсмены начинают хватать друг друга за майки. Мате. Мате. И выносится шида предупреждение за нарушение правил. Теперь второе нарушение, когда один из участников выполняет бросок какой-нибудь, да. Хаджиме. Мате. Итак, был произведен сейчас бросок, да, который у нас не применяется в данном виде соревнований. Поэтому за это наказание также шида выносится. Хаджиме. Мате. Также запрещенное движение наказывается шида. Нельзя такое движение делать. Хаджиме. Нельзя. Пальцы. Стоп, замерли. Пальцы большие вот сюда вот так вот подмышку вставляю. Все. Мате. Хаджиме. Мате. Как только захват у нас разорвался, мы опять ставим участников в исходную позицию и кладем руки друг другу на плечи. И после этого только судья дает команду Хаджиме. Не допускается так, чтобы один был внутри, а второй снаружи. То есть у нас этого не должно быть. Одна рука у нас снаружи, другая внутри. То есть у нас равнозначные позиции. И судья за этим следит. По униформе. Вот это у нас, скажем так, классическая получается униформа для данных соревнований. Это белая футболка, белые штаны от дзюдоги и повязанный пояс. Допускается шорты можно использовать. Допускается шорты можно использовать.